Подготовка спасателей к празднованию Крещения Господня и к предстоящему весеннему паводку. Ситуации представители ДЧС рассказали журналистам на брифинге. Когда ждать прихода большой воды? Этот вопрос волнует многих североказахстанцев. Подробности далее. Середина января. Как правило, в это время спасатели готовятся к православному празднику, Крещению Господнему. Главная задача не допустить чрезвычайных ситуаций и гибели людей. Ведь в период проведения христианского обряда, желающих набрать на реке Святой Воды, будут тысячи. Одновременно на льду должны находиться не больше 200 человек. На городском пляже толщина льда у нас была на момент проведения замера 20-30 сантиметров. Но это было у нас проведено 13 января. После этого была проведена очистка снега. Лед был оголен. Я надеюсь, к этому времени уже произошло наращивание льда. В речном порту там у нас проблем нет. Там толщина льда составляет 32-40 сантиметров. Также совместно санэпидема была проведена в этих местах. Забор воды. Вода там соответствует. Выходить на лед большими группами нельзя, говорят спасатели. Лед может не выдержать тяжести и провалиться. К купелям допускаются максимум по 10-15 человек. С 7 утра и до 10 часов вечера на городском пляже будут дежурить 40 спасателей и бригаду скорой медицинской помощи. Но более серьезное испытание, возможно, ждет сотрудников ДЧС предстоящей весной. По данным синоптиков, высота снежного покрова и количество выпавших осадков по сравнению со среднегодовыми показателями превышают норму от 120 до 210%. В Весильском районе на 1 января превышало на 210%. А Артасском и Таиншинском на 167%. В Казалжарском 157%. Мусрепово 142%. Шелоково 137%. И так далее. Немаловажным фактором тоже являются у нас запасы продуктивной влаги. В Казалжарском районе превышает это на 412%. В Жумабаево 359%. Таиншинском 295%. А Артасском 130%. Мороз до 38 градусов в январе и плюсовая температура в конце марта. Сильно промерзлая земля не сможет принять большое количество влаги. И тогда подтопления не избежать. Паводок, по предварительным данным, начнется в апреле. В зоне риска около 100 населенных пунктов, железнодорожные пути, дороги республиканского и областного значения. В этом году на противопаводковые мероприятия в области выделено 226 миллионов тенге. Денис Ивков, Жолдозбекер Муканов, Новости МТРК.